Что понимается под результатами исследования? Ну, давайте честно скажем, чаще всего, если спросить, устроить опрос на улице, наверняка, если кто-то вообще знает, что такое генеалогия, вам скажут, что это книга родословная или плакат. Что вам скажут профессионалы, кто занимается этим, или любители, кто занимается этим достаточно много? Скажут, что построенное родословие, комплект из найденных копий документов, шифров к оригиналам и выписок из них. То есть, некоторый фактический материал, ну, в сыром виде, сведенный в родословную роспись, а по сути это просто текстовые файлы и файлы картинок. Что при этом существует еще вокруг нас, о чем мы иногда забываем во всех этих традиционных представлениях, неважно с какой стороны баррикад, это современные виды презентации треба, такие как сайт и отчеты с генеалогической программы, которые сейчас во многом представляют собой тоже сайт, такой просто офлайн. Ну, если, может быть, вы были на сайте Махеритыч когда-нибудь, это вот, я считаю, наиболее современным сейчас доступным видом презентации генеалогической работы. Хорошо, конечно, бы иметь виртуальную реальность, где вы там налево повернулись, посмотрели фильм о истории поиска, направо полистали книгу с копиями, но до этого еще очень далеко, и нам пока бы больше внимания уделять хотя бы таким сайтам, как Махеритыч. Я имею в виду по принципу таким же, я не агитирую за эту компанию, скажем, я вообще не считаю, что ввести в ней древо это очень удобно, но вид такой, когда вы можете древо растянуть, посмотреть его во всех измерениях, если захотели, переключились нам одной кнопкой на другой вид предоставления результатов. Подобные функции реализованы еще в нескольких программах, в том числе Grams, и я считаю, что они позволяют познакомиться с древом на совершенно новом уровне. Пойдем дальше. Основная мысль моего видео, что оформление исследования это не результат. То есть книга или плакат это не результат генеалогического исследования, это интерпретация найденных данных. С точно таким же успехом можно сделать фильм, например, и это тоже будет интерпретация данных. Ну а сами по себе результаты исследования, это представьте себе выводы в дипломе, который вы писали, или в курсовой работе. Вот результат генеалогического исследования. Ну и, собственно, факты, которые вы приводили, все логические связки, которые вы делали в предыдущих частях работы. Это как любое научное исследование. Поэтому это довольно скучно, и поэтому немножко так теряется из виду, когда мы думаем о том, что же мы получим в результате. Но если вы задумаетесь, то, как и в науке, нет ничего ценнее, чем полученные знания, на основе которых можно запустить ракету в космос. Немножко еще побольше хочу рассказать об этом. То есть еще раз вернемся. Текст, да, у нас есть, в который мы включаем исходные данные и какие-то свои заключения. У нас есть уже выводы по каждой части. Иногда графики какие-то, о том, что, как менялось. В генеалогии тоже можно строить графики, в том числе таймлайны, там, по поколениям. Чем больше вообще видов представления вашего древа в отчете, который вы получаете, это тем более вам интересно, тем более наглядную картинку дает. Потому что, по сути, вот это вот исследование, это, ну, опять-таки, идеал исследования – это сайт. То есть, чтобы вы, прочитав исследование от и до, он просто тяжелее воспринимается, какой-то форма подачи текста с вкраплениями, чем сайт. Но результат должен быть тот же, чтобы вы увидели ваше древо и так, и сяко, и так, и по-другому, и получили какую-то полную картинку, которая уже вот здесь соберется в очень красивый вид. Естественно, как в любой научной работе, вы наверняка встретите фотографии, вы точно встретите сканы документов и обязательно ссылки на источники. Вот если закрыть этот пункт, ссылки на источники, то все остальное, в общем-то, может представлять собой просто сценарий для какого-нибудь научно-фантастического фильма. Но чтобы этого не было, должны быть ссылки на источники, это последнее, но не последнее по значению. Так что можно сказать, что если вы получаете на руки результат генеалогического исследования, вы получаете практически научную работу, готовую. И это тоже большой, не то что, я говорю тоже, потому что, понимаете, когда вы получаете на руки книгу, вы думаете, ну да, действительно, это кусок материала, это бумага. Я, значит, потратился на бумагу, на печать, на людей, которые это все сверстали, написали. Но на самом деле, если так подумать, и, в общем, я думаю, если каким-то образом вы сталкивались с сценами, например, в книжных магазинах за границей, у них совершенно обратная ситуация. Вы листаете книгу, которая на туалетной бумаге напечатана, и стоит безумное какое-то количество денег, потому что там определенный глубокий труд автора заложен. То есть либо это научно-популярное издание, либо художественное, но это дорогое. И оно дорогое именно из-за содержания. С научной работой, вот такой генеалогической, то же самое. Она тоже стоит дорого, потому что за ней стоят часы человеческой работы. А то, что это не выражается сразу, сразу. Я подчеркиваю, что это не то, чтобы нельзя из этого сделать красивую книгу или плакат. Но в первую очередь это именно вот тексты, картинки. И то, что это в таком немного скучном для нас сейчас виде, это еще не значит, что там нет работы. И, собственно, в основе всего этого научного подхода лежит не просто, например, мое желание выдать генеалогию за науку, а реальный факт, что, например, в историко-архивном институте она преподается как вспомогательная научная дисциплина. Есть учебники по генеалогии, которые написаны не два года назад и, наоборот, там не 150 лет назад, а также, как и многие другие такие полузабытые советские науки. Она все равно существовала и в советское время. То есть не советские науки, а вообще науки, да, в котором советское время немного навредило. В академическом смысле генеалогия все равно существовала и существует. Да, учебники очень тоненькие. И, да, специалистов, которые занимались и занимаются ей немного, но они есть. Многие из них уже в возрасте, но есть и молодые специалисты. В общем, она существует. Больше всего я могу сказать, генеалогия как теория, как теоретическая дисциплина, которая преподается в вузах, которая, я надеюсь, будет в наших вузах большого развития, она существует. Потому что, если вы посмотрите, опять-таки, на примеры из-за рубежа, там, на Австралию, Европу, Америку, там гораздо шире поставлена и прикладная генеалогическая практика, то есть конференции, какие-то там публикации, в общем-то, институты, выдающие сертификаты и так далее. Ну, в Англии, конечно, естественно. Все это поставлено на широкую ногу. У нас нет, и, в общем-то, в царское время тоже не было такого. То есть, как бы, 20-й век, в котором все могло бы развиваться, он стал для генеалогии еще более худшим этапом, таким шагом в прошлое, но будем надеяться, что сейчас, да и это, собственно, очевидно, что раз в генеалогии пришли деньги, вокруг нее, мы надеемся, на этой почве хотя бы возникнет и академическая структура тоже. Хотя потому, что кто-то захочет выдавать сертификаты платным. Что можно сказать, соответственно, о том, вот эти вот результаты, насколько это долго? Ну, во-первых, все зависит от денег. То есть, если вы хотите быстро, это будет дорого и быстро, и красиво еще сразу с оформлением исследования. Но если говорить о возможностях человека, который может позволить себе уже генеалогию как такой подарок самому себе или родственникам, то есть не последнее на нее отдаст, но, с другой стороны, я не готов тратить на нее какие-то безумные деньги, да, и хочет вписать ее в бюджет, все-таки я бы сказала, что это пара лет. То есть настраиваться имеет смысл на долгую работу. Это не значит, что вы отдадите деньги и результат получите в конце, это просто значит, что процесс будет разбит на части. Ну, если говорить лично о моей практике. Скажем, я не знаю, как работают другие генеалоги. За эти несколько лет вы откроете для себя, ну, как минимум, несколько сотен имен, которые к вам привязаны, как минимум, по прямым вашим корням. То есть представьте себе бабушки, у них, значит, свои бабушки, дедушки, у них еще там тоже бабушки, дедушки. Вот это вот огромное количество бабушек вам в результате будет написано в тексте и подтверждено источниками. Вы получите, соответственно, новое понимание о том, кто вы в этой временной цепочке, откуда она тянется, какие у вас корни, из каких они городов, из каких сословий, если из крестьянства, то из какого крестьянства. Мотались ли они по разным деревням, или они там 300 лет жили в одном селе, родственники у вас из разных частей страны, там разных конфессий, или все-таки где-то в одном регионе сосредоточены. Далеко ли вы вообще, в принципе, можете продвинуться по своему роду, или у вас корни по каким-то причинам обрываются по некоторым родам в 20 веке. Все это будет, естественно, переплетаться с историей страны, которую вам так или иначе, если вы не являетесь фанатом истории, то так или иначе вы все равно узнаете больше. Не потому, что, например, генеалог будет высылать вам учебники и говорить, пока вы их не прочитаете, и они вышли вам исследования, просто потому, что у вас будут возникать вопросы, например, почему мои предки вдруг взяли и переехали в другое место. И, собственно, очень часто ответом на этот вопрос является какой-нибудь указ царя, который был приведен в исполнение, и, в общем-то, по причине этого какая-то часть населения была переселена. Собственно, пара лет. Чем хорош такой диапазон? Ну, конечно, первые результаты такие наиболее эмоциональные появляются сразу, но вот если говорить обо всем этом периоде, допустим, вам не хватило их, вы захотели больше, больше искать, вот это значит, год мы с вами уже поработали, у вас за это время генеалогия впалилась в жизнь. То есть вы уже себе, вы как бы читаете детектив о самом себе за это, все это время, и вам приходят новые мысли. Вы не узнаете сразу ваших прапрапрадедушек и там думаете, ну, Карп Семенов был моим предком в 18 веке, вот что это вам дает? Но когда вы проходите весь этот этап до Карпа Семенова, он становится для вас неимоверно ценным, потому что, например, его сына, вот, не знаю, там, Григория, вы нашли быстро, а до этого Карпа Семенова докопаться не могли несколько месяцев. И когда вы его нашли, у вас вот такое счастье обуяло, которое мало с чем сравнится. И вот для того, чтобы получить эти эмоции, нужно просто не спешить. А без них, в общем-то, в каком-то плане генеалогия теряет большую часть своей привлекательности. Еще раз вернемся к деньгам, потому что этот вопрос второй по популярности, точнее, я бы сказала, 50 на 50 с результатами исследования. И даже, наверное, так, по деньгам это более явный вопрос, потому что то, что за генеалогию нужно платить деньги, это понятно. А вот уже то, как выглядит результат, это, опять-таки, многим понятно вроде как по умолчанию, или там кто-то надеется выяснить, поэтому, если мы не начинаем с вами этот разговор, или я, например, с своими клиентами, то это можно даже, в принципе, оставить за скобками, просто потом разобраться. Так, у меня посторонние шумы, прошу прощения. Значит, во-первых, если мы растягиваем исследование на несколько лет, понятно, что есть рассрочка. И рассрочка в генеалогии напрашивается сама собой. Потому что, если вы все делаете поэтапно, то, соответственно, и расходы тоже идут поэтапно, и, ну, это удобно. В общем, я не буду говорить, что все можно разбить на 5 тысяч в месяц. Нет, ну, давайте будем реалистами. Это дорогая услуга, и от этого никуда не деться. Здесь я перехожу ко второму пункту. Общая сумма, который тоже является часто вопросом, но я бы сказала, что мой самый нелюбимый это вопрос, потому что у многих общая сумма выходит в полтора миллиона, потому что они захотели проверить все дополнительные источники, да, какие-то не основные по своему роду, или потому что они захотели красивое оформление, или потому что их, в принципе, интересуют их населенные пункты, или боковые ветви их рода, ну и что? Это же не значит, что у вас будет полтора миллиона. Нет какой-то средней суммы. Назвать ее было бы обманом. Кто-то уложил свое древо в 40 тысяч, а кто-то в полтора миллиона. И каким образом из этого можно вывести среднюю сумму? И зачем вообще, в принципе, что она вам даст? Какая у вас гарантия, что именно ваши исследования уложатся именно в среднюю сумму, а не в минимальную или в максимальную? Слишком большой разнобой. Я не знаю, если бы у меня было математическое образование, и я понимала бы лучше, что такое статистика и финансовый учет, у меня было бы там бухгалтерское образование, я бы, наверное, ответила на этот вопрос спокойно. Но так я эту общую сумму не люблю и предпочитаю подходить к этому вопросу более серьезно. И если вам хочется узнать общую сумму за ваши исследования, то нужно ознакомиться с вашей конкретной ситуацией, написать по ней план исследования, что мы будем смотреть, в каком архиве, в какой последовательности, и из этого вывести вот эту вот самую общую сумму, которую можно, в принципе, потом разбить как рассрочку, но вы будете ее знать. Без этого я бы не стала говорить ни о каких суммах. Минимальную сумму я, в принципе, уже озвучила, это 40 тысяч. Ну, так, знаете, эмпирическим путем. И, конечно, округляю, то есть где-то может быть там 25, как бы, сумма такого входного билета, условно говоря, с которого вы можете реально что-то узнать о своей семье, где-то это может быть там не меньше 70. Но я вот выбрала 40 тысяч. Мне кажется, что это адекватная цена именно за минимум какое-то исследование по вашему древу. С учетом всех-всех расходов, но без оформлений. И что, какой еще плюс в рассрочке и в таком внимательном подходе к поиску, то есть не когда вы отдаете его на откуп, или там за несколько командировок вам все-все делают. Это контроль за расходами. То есть вы хорошо понимаете, особенно если мы написали план на общую сумму уже, куда идут ваши деньги, на что. Если вам в любой момент вы об этом забыли, а это случается очень часто, потому что сейчас вы подумали о генеалогии, мы, допустим, я с клиентами обсуждаю, погрузились, потом человек отвлекается на свою жизнь, и он уже думает, что, какие архивы там, за что я вообще деньги перевожу. Он может в момент открыть план, посмотреть, и там все будет видно. То есть, тем не менее, это всегда есть. То есть контроль за расходами при таком неторопливом подходе поэтапном, который я пропагандирую, он, наверное, есть. Он есть. Собственно, на этом все. Если у вас остались вопросы, я надеюсь, в ближайшее время сделать несколько трансляций и внимательно все вопросы выслушать и на них ответить. Вообще, кстати, для подписчиков моего канала хочу сказать, что мне все больше нравится эти трансляции, и я планирую проводить их в ближайшее время чаще. Тем более, что мне неудобно, что я пропадаю там на месяц из ваших подписок, и я думаю, это позволит мне немножко компенсировать время, которое я вынуждена такое большое тратить на запись видео. Всем пока! Удачи в ваших поисках!